Всем привет! Видео для тех, кто периодически занимается добычей красных пород металлов с последующей сдачей. А также данное видео будет интересно тем, кто захотел перемотать свой электродвигатель. В данном видеоролике я вам покажу наипростейший способ, с помощью которого можно вынуть вот эти вот замечательные обмотки из статора электродвигателя. Особенно если дело касается не залаченного двигателя, то есть здесь после засыпки обмоток не было последующего залачивания и обмотки здесь к статору не приклеены. Когда есть такой клей, то самый наипростейший способ это отжигать двигатель. Хотя и данным методом тоже можно воспользоваться. У меня в этом деле довольно-таки богатый опыт, ребята. Очень много я таких двигателей разобрал разных размеров и в принципе тем способом, который я вам сейчас покажу, это делается довольно-таки легко и непринужденно. Для работы нам желательно иметь тиски и желательно для удобства, чтобы они раскрывались на ширину двигателя. То есть довольно-таки большие. Либо придется ставить какие-то подпорки, далее вы увидите почему. Также нам понадобится либо болгарка, либо ножовка по металлу, молоток и еще кое-что. Итак, приступаем. Постараюсь сделать все в реальном времени. Вот так. Киски в этом деле вещь незаменимая и хорошо, когда они есть. Ну и можно сказать, что процесс пошел. Спилим одну из вот этих частей. Пилится довольно-таки легко, хоть болгаркой, хоть ножовкой, потому что это отдельные провода и в них полотно не вязнет. Процесс весьма бодрый идет. Этот двигатель сгоревший, это был компрессор от холодильной установки. Поэтому нужно его утилизировать. Как видите, ножовкой довольно-таки быстро идет процесс. Так, что-то завязло оно тут у нас. Полетели уже куски меди. Это хороший знак. Так, этого никто не ожидал, ребята, но это случилось. Это не очень хорошо, кстати. Такие небольшие форс-мажорные обстоятельства. Все идет в режиме реального времени. Готово. Мы уже получили медь, вот она. При отпиливании самое главное, как можно ближе к краю отпиливать. Вот что получилось. Вообще вплотную. Это очень хорошо. Теперь у нас есть два варианта. Первый это взять подходящий по размеру болт и пробовать выбивать обмотки. Как видно, здесь они очень хорошо идут. Это отскочило из-за падения. Можно заметить, что они углубляются. Это первый вариант. И по кругу, по кругу мы начинаем выбивать. Болт я взял большеватый. Все равно идет, можно заметить. Довольно таки лихо. Это первый вариант. Идет так хорошо из-за того, что мы очень ровно отпилили. Если бы мы нарушили обмотки, загнули бы проволоки, то ничего бы не получилось. Оно бы все бы здесь заклинивало и шло бы очень тяжко. Второй вариант. В данном случае он даже предпочтительнее. Переворачиваем двигатель, статор наш и берем пару отверток. Вот они. Заводим завитки и вытаскиваем. Все, ребята, очень легко все разбирается на самом деле. Вот так примерно. Все, вот она наша обмотка. Естественно, осталось избавиться от ниток, но это, я уже думаю, не сложно справиться. Кстати, первый способ, способ выколачивания даже подходит, когда обмотки в лаке, то есть залиты лаком вот здесь. Они все равно зачастую не так уж там намертво держатся и их можно выбивать потихоньку по кругу, по кругу. Идем по кругу, главное стронуть их с места, главное не заплющить в начале. Ну а потом можно после страгивания точно также попытаться выдернуть. Это, конечно, ребята, самый простой вариант, когда любой двигатель асинхронный, там получается обмотка как бы внутри. Ну там помогает болгарка, там можно болгаркой изнутри точно также вырезать. Ножовкой там, конечно, не получится. Вот и ликвидировать эту обмотку. Ну как бы таких движков тоже очень много, потому что много холодильников. И там везде такие вот статоры с такими точно обмотками. В общем, такой способ, ребята. Кому было интересно, кому было самое главное полезно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok